Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Всем привет от Диты из Солнечной Канады. Это видео из Uniqlo. Продолжение моего предыдущего видео, которое, я надеюсь, вы уже посмотрели. Если нет, то обязательно посмотрите его. А сегодня у нас примерки. Я надеюсь, что вам понравится и будет интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Приятного просмотра! Ну что, девочки, мы с вами наш любимый примерочный магазин Uniqlo. Я взяла очень много вещей по ней. Там еще кое-что осталось на ресепшн. Покажу, в чем я сегодня. Я опять еду с работы. Сюда пойдем в это зеркало. Здесь лучше. Ну вот, вот так. На самом деле, у нас очень тепло. У нас просто, знаете, у нас бабили. Это самое настоящее. Сейчас 21 градус на улице, завтра будет 24. Я наделась по инерции. Вот как-то, вот видите, ботинки и все. Хотя, в принципе, еще с половиной можно было сегодня на этих босоножках и вообще вот без этого плащика. Но я как бы уже так привыкла к тому, что прохладно, что осень наступила, поэтому я утеплилась. Но завтра, если когда-нибудь пойдут, уже, правда, можно одеваться в летнюю. Просто настоящий барбель. Лет, шикарная погода, солнце, тепло. В общем, да, хоть немножко нам повезло с погодой. Девочки, ну вы видели, весь магазин полон одежды коллабораций и не плос. Инесс де фризанш. Инесс де ла фризанш. Фондон. Инесс де ла фризанш. У меня плохо с именами. Вот этот пиджак и вот эта юбка. Кстати, эту юбку я вам показывала в прошлом влоге. Я тогда не поняла. Боже мой, что свалилось? Боже, какие примеры, что грязные. Ужасные. Просто ужасные. Короче, я тогда не поняла, что это вот эта коллаборация с Инесс де ла фризанш. Простите меня, я просто буду называть Инессой, потому что невозможно это выговаривать. Каждый раз. Она была иногда 50 долларов, сейчас она на селе за 30. Мне она очень нравится, очень мне понравилась тогда и еще больше понравилась мне сейчас, потому что она на селе. За 30 долларов я, наверное, ее куплю. А вот этот пиджак, это вот из этой вот серии пиджаков Инессы, который есть синий и есть в клеточке. Он из очень такой теплой пальтовой ткани. Видите, прям как пальто. И, ну вот он классный. Зеркало грязное, мутное, фу-фу-фу. Ну, в общем, ну, короче, пойду в другую зеркалку. Почему зеркало не помыли, к нам приходит? Что такое, что происходит? Я одела их вместе, надела вместе. Это юбка, это пиджак. Пиджак строгий зимний, юбка такая, буха, летняя. Но вы знаете, что мне это нравится, потому что здесь есть, видите, такой синенький горошек, синий пиджак. Рукава скаталка, что рукава очень длинная. По-моему, прекрасный образ на такую теплую осень, на начало осени, любое плыве лето. Мне кажется, что, ну, такие несочетаемые вещи, они очень хорошо вместе. И, как всегда, за дверью там что-то крохочет. Ну, придется говорить по грохоту. Еще одно платье от Инессы, такое же, похоже на лубку, только синее с красным горошком, точечкой. Люблю я такие вещи. Это размер смол. Ну, можно было и экстрасмол, у него есть карманы. Оно сейчас тоже на сейле, оно было за 60, по-моему, сейчас за 50. Ну, небольшой такой сейл, не особо. Господи, помоги мне. Что они делают там, за дверью? Что они возят? Что они там катают? Как будто там этот самый, железнодорога проходит. Короче, красиво, правда? Очень мне нравится. Сейчас я померю с этим пиджаком. Значит, что хочу сказать. Платье размер смол. Юбка вот эта была размер медиум, она мне хороша. Пиджак размер медиум, немножко великоват. Могу быть и поменьше, но я думаю, что смол мне будет очень плотно. Сейчас я померю пиджак, с этим платьем. Ну, тоже. Из той же серии теплая парижская осень. Очень подходит по цвету. И, в общем, плохо видно. Но здесь немножко вот этот красный горошек, он немножко освежает. Так он был очень мрачный. Вот так и чекарно. Просто чекарно. Красивые вещи, конечно, войны сын. Что тут скажешь, не дать, не взять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня я решила еще померять брюки. Я очень много слышала хорошие про брюки ЮНИКЛО. Никогда здесь их не покупала, но их очень многие валят. И не напрасно, кстати. Видите, они в такую тонкую клетку. После невероятного успеха моих примеров брюк в клетку в магазине ВИНОС, я решила еще раз попробовать брюки в клетку. И они, по-моему... А это не Несси, а не брюки. Это просто и не плоские брюки. Они стоят 40 долларов в размерном виде. Хорошая длина. Хорошо сидят. Хороший фасончик. По-моему, очень неплохо. И вот с этим вот синим пиджаком. Ну, очень так по-деловому, конечно, получается. Прямо в офис будет завтрак. Да, неплохие брюки. Может, я даже их куплю. Мне нравятся. Надо сзади посмотреть еще. Так, еще принесла такой свитер. Просто офигенного, наверное, его цвета. Размер смола. Надо было взять медиум. У меня кто-то не маловато. Я тоже хотела померить с брюками. Просто вот без пиджака. Посмотрите, как эти брюки выглядят. Выглядят они хорошо. Серьезно, хорошие брюки. Я понимаю, почему все так валют при привыклу. Они действительно хорошая посадка. Хороший такой кровь. Хорошо сидят. Давайте сзади посмотрим. Задний блок, да? Аккуратненько так. Все. Я принесла такое платье. Может быть, цвет немножко немного. Хотя, в принципе, такое мне нравится оно тем, что оно еще громче стучит. Громче. Оно свободное, такое легкое, знаете, приятное вот в нем какое-то такое, знаете, есть, не знаю, трикотажное платье, что-то в нем такое есть. У меня пояса нет, я бы, конечно, поясала, но вы знаете меня, да? Не знаю, вот вроде ничего такого, а вот цвет такой красивый. Может быть, не всем он подходит, но мне он нравится. А еще я, знаете, захватила такой свитер, он такой уже совершенно цвета, как платье. Он такой из капюшона, но что мне в нем понравилось, это в нем капюшон. И я подумала, что если я это вместе надену, то платье будет как будто бы юбка, а свитер будет как будто бы свитер. Но он очень длинный, и мне это не понравилось, как-то мне. Идея у меня была одна, получилось у меня совсем другого. Вообще, на самом деле, знаете почему? Потому что он размер экстрасмол, а большего размера не было. И он, конечно, маловато, надо было бы на это платье, он должен был быть такой большой, широкий, чтобы он как бы, ну, знаете идею, что вот платье широкое и еще должен был быть такой широкий, широкий, широкий свитер того же самого цвета и был вот такой вот комплект. Но, факир был пьяный, фокус не удался. Ладно, снимаем, это некрасиво, это неудачный комплект. Давайте посмотрим, давайте посмотрим еще сделать пиджак. Состав. Семьдесят процентов шерст, тридцать процентов нервон, подкладка сто процентов полиэстер. Хороший состав. Видите, размер медиум. Добраться с Нельси в Париж. Все, а этот свитер был с медиум, да? Смол. Этот свитер был со смол. Пинкроуз. Семьдесят процентов шерст. Семьдесят процентов нервон. Он тоже хороший состав, красивый очень цвет. Вот этот свитер. Экстра смол, сорок долларов нервон, сто. Акрилик шестьдесят, рисунок, восемьдесят процентов. Ну, в общем, он такой выглядит мягенький, а на самом деле он не так себе. А вот из чего это платье мне интересно? У меня столько вешалок, какой-то волокон. У меня здесь просто какой-то несс. Так, это тоже бомбинесса. Да, пятьдесят процентов он существует. И состав его полиэстер. Вот так. Ее, видимо, тоже. Но она красивая. Да, полиэстер. Не кричай. Так, из чего у нас сделано это платье? Сто процентов котов. Виден, видна. Между прочим, сто процентов котов. Совсем неплохо. Мне кажется, что совсем неплохо. Но она мне не очень дешевая. Она стучится долго. Ну как? Мне не дорогой, конечно. Кстати, я бы хотела отвлечься на две минуты. Мне действительно стала интересна личность Инессы. Потому что вот, ну как бы я любопытный человек. А это ее фотография. Она действительно была очень-очень красивой женщиной. Она до сих пор очень-очень красивая женщина. Значит, если вы думаете, что ее имя очень трудно произнести, то на самом деле полное ее имя звучит как Инесс Мари Летисия Эглотин Изабель де Сенар де Ла Фрезанш. Вот так вот. Ей сейчас 63 года. Ее рост 1,80 м и вес 50 кг. Я думаю, что она ведьма. Вот. Ну, это шутка, конечно. Значит, она является моделью, дизайнером одежды и духов и признанной иконой стиля во Франции. Значит, если всего этого мало, то она по происхождению аристократка по папе. Мама ее была, правда, моделью тоже. Ну, в общем, яблоко от яблонь, что называется, да? Кроме всего прочего, она из очень-очень богатой состоятельной семьи. Стала она моделью в 1971 году, когда ей было 17 лет. И довольно быстро она стала довольно известной. Подписала контракт с Шанелью. Была любимицей и музой Карла Лагерфельда. Однако, ничто, как говорится, не вечно под луной. И в 89-м году с товарищем Лагерфельдом они что-то там не поделили. Ну, и поскольку с деньгами и связями у нее все было очень-очень хорошо, собственно, с самого детства. И после того, как она ушла из модели, она открыла свой бренд одежды, который, естественно, назвала своим именем. Ну, кстати, несмотря на мой тут сарказм по поводу связи и денег и так далее, я считаю, что она действительно очень-очень стильная дама с прекрасным вкусом, что, собственно, делает ее бренд очень-очень успешным. И я считаю, что совершенно заслужена. Теперь о личной жизни. Два слова. Она была замужем один раз за итальянским бизнесменом, имя которого я не произнесу. Была она замужем за ней в течение 16 лет до его смерти в 2006 году. У нее две дочери от него. Но после его смерти она в законы брак больше не вступала и является свободной и счастливой, как вольный ветер женщиной. А теперь вернемся к нашим примеркам. Еще, девочки, я принесла двойные синых платья. Они, по-моему, чисто шелковые. Давайте проверим. Да, силк написано. Woman's Silk. Но у меня тут такой... Да, сто процентов шелковых. Они стоят по 160 долларов. Два платья шикарного цвета. Одно вот такой вольдовый, одно синевый горошек, одно ларча, одно экстрасмол. Других размеров не было. Разобрали. Чисто шелковое платье. Я сейчас попробую померить. Сначала одно, потом другое посмотрим. Оно у меня, видимо, одно большое, одно маленькое. Но получим представление. Платье, конечно, великовато. Но оно потрясающе. Посмотрите, какой цвет. Карманы. Сто процентный шелк. Малдежь. Вот честно, оно такое приятное на ощупь. Это вообще все, что нужно для платья, но не есть. Кроме размера. Не мой размер и цена, конечно. 160 долларов. Почти чисто шелковое платье. Но что, как-то, чего-то. Я бы сказала, что это даже и дешево. Это просто восток. Все-таки чистый шелк, девочки. Это чистый шелк. Я не думаю, что они лежат до села, до распродажи здесь. Потому что даже сейчас, когда они стоят полную стоимость, 160 долларов, у меня этого размера практически нет. Вот я нашла ларч бордовый. У него было хорошо видим, конечно, и экстра смору горошек. Сейчас померю, это прикольно. Ну, у меня, конечно, будет маленькая, но там, две идеи. Красиво. Рекомендую. Если у вас есть оно в нужном размере, и 160 долларов для вас нормальная цена, ну, я не знаю, в нашей деньгах, то очень-очень рекомендую. Так, это платье экстра смор. У них очень странная такая размерная сетка, потому что было large, оно не было великовато. Это экстра смор, оно мне маловато. То есть между ними смор и мне три размера, да? В принципе, разница такая, что большая. Не на то, что мне прямо мало-мало, а то мне прямо было большой-большой. Ну, это маловато, конечно. И оно так летнее, страшно-страшно летнее. Потому что это шелк. Она очень красивая, девочки. Мне так интересно здесь сделано. Здесь такие защипы. Я стараюсь прикричать, криконив у меня за дверью. Там, кто-то, что сверяет, и очень всегда кричит. Здесь такая странная акустика, как для Никла. Знаете, здесь акустика, как в оперном театре. Здесь так шумно, так громко. Все, что происходит за дверью, как будто бы... Слышите, да? Ну, можно. Вот так. Вот такие у нас все, девочки, примерки. Очень мне понравилась эта коллекция мадамы Нессы. Не выговорили мне фамилию. У нее действительно очень красивые вещи. Очень качественные, очень хорошие. Они не дешевые. Особенно по сравнению с ценами, которые, в общем-то, есть на веку. Но коллаборации, они всегда дороги. Все. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно, полезно. Увидимся в следующем видео. Любим, целую. Пока, пока, пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...